Тема службы в армии США остается очень востребованной среди всех мужчин в мире, в том числе, среди наших подписчиков. Информируем, что попасть на службу в армию США, особенно мужчинам из стран бывшего Советского Союза, можно исключительно при наличии грин-карты США. Для этого необходимо въехать в страну законно, хотя бы по туристической визе. Как получить визу, вы узнаете в конце ролика. Меня зовут Сахан Гупта, мне 28 лет. Я офицер американской армии. Зарабатываю 63 тысячи долларов в год, плюс бесплатные перелеты внутри страны. Скидка 50% на путешествия по миру и другие бонусы. Мне нравится моя работа. Обязательно иметь грин-карту или американское гражданство. Аттестат об окончании школы. Если закончили 9 классов, должен быть диплом из колледжа. Нет, уже нет. Минимум грин-карта. Раньше можно было служить по туристической визе. Была программа, которая позволяла по туристической визе отслужить 2 года, и тогда было легче получить грин-карту. Но с 2016 года такая программа была закрыта. От 17 лет до 34 включительно. Но бывали случаи, когда и в 38 лет брали на службу. Причем не граждан Америки. Но там и требования очень высокие. Такой боец должен быть физически чуть ли не в два раза крепче стандартного призывника. Обязан быть умнее, сообразительнее. И там еще ряд других моментов. Американская армия дает возможность, если призывник очень хочет служить, добивается этого. Мы идем ему навстречу. Если вы служить не хотите, нам такой безнадежный защитник не нужен. Физическую подготовку сдаете уже после теории. Как на водительские права. Сначала сдаете теорию. Мы смотрим на ваши умственные способности. Только потом уже оцениваем мышцы. Нам не нужен накачанный идиот, который вместо автомата возьмет палку и быстрее всех добежит до врага. Мы берем даже физически слабых бойцов, который будет служить за компьютером, а возможно будет снайпером. У него могут быть хорошо развиты тактические навыки. То есть такой солдат может подумать тактику нападения без единой жертвы и уже командовать мышцами своих товарищей. У нас всегда была и будет сплоченная армия, где каждый боец понимает другого и будет готов помочь ему, обучить его, а не чмылить и подсирать. Мы не требуем от выпускников толкать штангу 150 кг, бегать 100 метровку за 9 секунд. Для нас будет достаточно самого минимума, ведь сюда приходят стать сильнее. На этих кадрах можете увидеть челночный бег. Если будете бежать, как эти три призывника, можете считать, что бег вы уже сдали. Кидать мяч в сидячем положении, с земли. Прыжок в длину, поднятие веса от груди 40 кг. Для мужского пола. В принципе, каждый может толкнуть такой вес. Да, вас возьмут при таком минимуме. Другое дело выдержать, что будет дальше. Да, пройти службу может как мужской пол, так и женский. Требования для женского пола в физическом плане будут, конечно же, поменьше. Но в теории требования должны, обязаны быть одинаковыми. Да, вы можете пересдавать неограниченное количество раз. Но если ты был каким-то серийным убийцей, отсидел, вышел и хочешь к нам, конечно же, нам такие не нужны. Если это более щадящая статья, то возможны варианты. Ну, здесь все индивидуально. Да, такие люди здесь служат, и поверьте мне, их здесь намного больше, чем вам может показаться на первый взгляд, и даже в начальстве. Нет, в армии этой страны дедовщины нет. Была когда-то давно, но ее искоренили еще в годы Второй мировой войны. И мы дачи генералам не строим. Есть определенные требования от начальства, которые солдат должен выполнять. Если он не хочет, разговор короткий. Увольнение или двойной наряд. Поверьте мне, сюда люди идут добровольно. Государство заинтересовано обучать новобранцев защищать. Защищать себя, защищать свою родину. Чтобы это для них не была пытка, а искреннее желание. Во время службы каждый солдат получает зарплату в размере 1800 долларов. Это данные на 2019 год с возможностью карьерного роста. И следующая ступень по зарплате 2400 долларов. Далее 4800. И еще менее, чем через один год, вы можете вырасти до пятой ступени. А это 8000 долларов в месяц. Многие, придя в армию, рассчитывают только лишь на дальнейшие льготы по окончанию службы. Но половина из них остается служить дальше. Они идут по карьерной лестнице, получают все больше и больше денег, создают семью, покупают дома. И служба в вооруженных силах США становится их хобби, работой, смыслом жизни, стабильностью. Если есть татуировки, нельзя, чтобы их было видно из-под формы. Что касается сережек, их нельзя носить. Ни в носу, ни в пупке, ни ниже. Даже если сережки не видно, тоже нельзя. Во время боевых упражнений, такие сережки могут оторваться и причинить вам физические увечья. У нас был один случай, где сережка была ниже пупка. Но неважно. Женщины в армии, они обязаны ходить в парадной форме. Никаких юбок. И чтобы не обтягивала грудь. Ну и так далее. Чтобы солдаты не возбуждались. Ну, здесь все зависит от того, с каким знанием ты ушел из армии. В каких войсках ты служил и так далее. Ты можешь послужить два года, так и остаться рядовым. Получай все те же копейки, 1800 долларов в месяц. Уйдя из армии, ты будешь получать 300 долларов военной пенсии пожизненно. Можешь послужить два года в других войсках, уйти из армии и получать 900 долларов военной пенсии. Все сильно отличается. А можешь послужить два года и дойти до пятой ступени. И получить, может, травму, ранение в горячих точках. Уйти на военную пенсию и получать до конца жизни по 7 тысяч долларов ежемесячно. То есть, как ты отдашь свои силы государству, так и государство потом отблагодарит тебя. А вообще, любой отслуживший в армии считается ветераном. Есть ветераны боевых действий, те, которые были в горячих точках. У них гораздо больше льгот, всевозможных скидок на медицину, учебу, поездки. У обычных ветеранов тоже немало бонусов. Например, они могут взять кредит с пониженным процентом. При поступлении на работу вам не могут отказать, ну, если есть соответствующий опыт в работе. Даже если на этом предприятии идет сокращение штата. Работодатель обязан взять вас на работу. И он не может вас уволить. Вы также получаете всевозможные скидки, как ветеран боевых действий. Но, правда, условия будут немного проще. То есть, скидки будут немножко меньше. Ну, здесь и да, и нет, смотря какой штат. Знаете, здесь в разных штатах свои законы. Один штат заплатит какую-то часть денег за обучение. Другой может оплатить весь учебный путь. Но, однозначно, для военных всегда будет помощь от государства в получении высшего образования. Также, все без исключения, автоматически будут получать стипендию. Да, однако, если у такого служащего была плохая дисциплина, характеристика, или он воевал против нашей армии, такие нам не нужны. Если вы просто отслужили стандарт в своей стране, мы всегда рады таким ребятам. Крайне хорошее отношение. Ведь когда какие-то национальные трагедии, пожары, ураганы, 11 сентября, например, все, и военные, и полиция, и пожарные, даже только что призвавшиеся ребята, работаем как одна команда. Там уже не важно, в какой ты отрасли работаешь. Любой полицейский может взять рукав и потушить пожар, помогая своему товарищу. Кстати, очень легко попасть в полицию после службы в американской армии. На службе в полиции нет опасения, что тебя отправят в горячую точку. Плюс, после службы в армии у ветерана появляются определенные бонусы, о которых я говорил вам ранее. Если такой боец идет служить в полицию, у него также появляются и другие скидки-бонусы, как уже для полицейского. Очень многие идут в полицию после армии. Они разрабатывают целый план длиною в жизнь и следуют ему армия, затем полиция, затем пожарные, возможно, накопив таким образом множество льгот, повышения по службе. И уже к 40 годам можно выйти на пенсию, путешествовать по разным странам, получать бесплатные путевки от государства. И также пенсия у вас будет 1008 долларов в месяц. И поверьте мне, этого будет более чем достаточно. Ведь ранее вы уже получили скидку на ваше жилье, на медобслуживание, обучение, даже на заправке будут скидки на топливо. Поэтому эти 8 тысяч каждый месяц, как для обычного американца, 1015 долларов каждый месяц. В смысле не воевать? Идя сюда, вы должны понимать, куда вы идете. Если вы идете в пожарники, вы должны понимать, что рано или поздно вам придется зайти в горящий дом и встретиться лицом к лицу с огнем. Так же и здесь, если начинается какой-то военный конфликт, военных в первую очередь туда отправляют. А что это за армия, если каждый второй будет бояться идти в бой? Поэтому такой вопрос задают каждому призывнику на интервью. Ну а там как повезет. Почему я сказал, как повезет? Вы можете остаться на родине и координировать со штаба, организовывать подготовку военных, обслуживать оружием. Ну там много всего есть. Бывает такое, когда вот уже сейчас надо отправляться в боевую точку, а солдат боится на психологическом уровне. Стоит вот такая широченная дура с накачанными мышцами, а он обоссался. Хотя подписывал документ, что в любой момент готов отправиться туда и защищать родину. Мы таких бойцов не увольняем с позором и не отправляем на убой. С ними работают другие специалисты, которые помогают разобраться в их проблеме, выявляют, правда ли он болен, и расформируют по другим звеньям. Кто-то идет водителем, кто-то идет помощником в медпункт. У нас все работает как большой слаженный механизм, где каждый знает, что ему делать. Я уверен, что я сказал, что твои руки никогда не будут behind you, твои руки никогда не будут в front of you. Что это в твоем проблеме? Нет! Теперь ты хочешь решить это. Может, если бы ты просто сделал правильное дело первое, то ты не будешь в этой ситуации. Например, так. Сегодня претендентам даже на туристическую визу в США необходимо доказать американцам отсутствие намерений эмигрировать. Чтобы получить туристическую визу в США, необходимо сформировать визовый кейс, правильно составить анкету и быть готовым правильно ответить на вопросы сотрудника консульства или посольства во время интервью. Вам потребуется помощь квалифицированных специалистов. Консультации можно получить по телефону плюс семь девятьсот двадцать девять пятьсот одиннадцать тридцать пять ноль семь WhatsApp, Viber, IMO, Telegram Меняйте свою жизнь к лучшему! На этом все. Если вам понравилась данная тема, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы об этом думаете.